Я вижу, что ко мне пришли не только мои коллеги, но еще и друзья, и другие авторы, которые были приглашены как специальные гости на этот вечер. Я хотела бы пригласить Бориса Прахмова, поэта, лауреата многих премий, известного такого московского лирика. Боряна, данный друг, след нашего клуба. Прошу. Добрый вечер. Мне хотелось бы поздравить ребят с выходом диска. Очень приятно, что они сотрудничают очень давно. Значит, они друг другу не надоели. Значит, у них еще родится много-много писем. Ну, а вот мне хотелось бы сегодня почитать такое стихотворение, которое я написал дочке и папе Людой Королевой. Называется «Королик». Все здесь ново, и все здесь странно, в одноцветном и добром мире. Я любима, и я желанна. Бродит сон по моей квартире. У любимого мною мужчины отражаюсь в глазах бездонных. Мне приятно его щетина. Мне уютно в его ладонях. Для меня озорной девчонки. Он красив и совсем не старый. И блуждает мой голос звонкий в тонких струнах его гитары. Он влюблен в меня абсолютно. До мурашек, до слез, до бреда. Он целует меня приютно. И зовут его просто деда. Тишина. За окном ненасты. Дед на кухне шелшит газеты. Что-то ждет. Я Елена, и я прекрасна. Что-то ждет меня в жизни. Это. Мама воду готовит в ванной. А во сне Лишь глаза закрою Корм из прошлого. Деревянные. Уорота. Приоткрытых втрою. Вот так мне захотелось написать от ее имени. А она в то время только родилась. Ну вот здесь прозвучала песня про ежика. У меня тоже вот есть стихотворение про ежика. Называется «Пластилиной ежик». Я хотел свое сердце с любимой делить на двоих. Жаль, но мы разошлись, потеряв что-то важное очень. Избегаю знакомых, друзей, самых близких своих. И в груди поселилась тоска, не спросясь, между прочим. Все двух дней проходить удается судьбы и рожи. И все меньше друзей, кто поддержит тебя и поможет. Из мультфильма с экрана сойдя, предложил мне дружить. И немного со мною пожить, возделил ежик. Он лечил мои раны душевные, чем только мог. Он пытался смеяться и пел залихватские песни. Но себе не сожжешь этот еж, как и я, одинок. С плен на спину ножа и не выйдет веселье, а хоть треснет. И грустнее почему-то становится день от огня. Мы проглочены с ним, опустевшей квартирой большой, С подоконника, молча глядит, согревая меня, Пластилинный ежик, сам бережный, темный душой. Мы вот такое дерзкое. Проделав дырку в облаках, Снежинки пухом тополят, Шовки с лопатками в руках, Развращенных дошколят, В ведерке зыкнут рыхлый пух. Но не пекутся куличи Из этих легких белых мух, И льются слезные ручьи. Уже с подарками мешки Готовит Дедушка Мороз, А снег не липится в комки. Куда воткнуть морковный нос? Ах, как же радует мой взгляд, Цветатых шапочек сают, Они, похоже, на цыплят, Что просо нежное, снежное клюют. Отравлено слышит детский смех И видит двор в снеговиках. Быть может, завтра Литвый снег Проткнет пилину Ну, пока. Спасибо.